всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале определяйтесь с позициями 1 2 3 голубенький будем работать на колоде небо и земля красный будем работать на колоде танец шамана нет таро шаманов и зелененький на колоде танец шамана и дополнительная колода у нас будет таро сумасшедшего дома смотреть мы с вами будем сегодня расклад чему вы научились за первые полгода такой расклад я делаю каждый год и в конце года мы снова подводим итог чему вы научились за весь год на мой взгляд это достаточно важно для того чтобы отслеживать динамику да то есть действительно ли мы чему-то научились либо просто создаем ощущение того что да я что-то делаю и я как-то вот активно прорабатываю а по факту получается просто с адресами немножечко пространство и и по сути ходя по своему одному и тому же сценарию только немножко по другому то есть ощущение того что я совершаю какие-то действия присутствуют а результат как правило он один и тот же вот и вот такие расклады на мой взгляд они важны для того чтобы отслеживать динамику я надеюсь вы определились да с камешками с позициями вот это будет сюда это будет сюда и мы с вами приступаем позиция номер один голубенькие камешек чему вы научились за первые полгода так смотрим чему вы научились за первые полгода вы поняли да возможно для себя здесь даже не поняли а скорее всего вспомнили потому что мне такое ощущение что когда-то в молодости в юности может быть в детстве мы были таким достаточно активным человеком инициативным лидером как-то себя проявляли не вот потом с годами со временем что-то произошло и вы вы стали меньше это делать да как-то вот ушли может быть в какое-то затворничество да в свою интроверность вот и вот за первые первые полгода вы научились даже вспомнили давайте так скажем то что научились вспомнили заново как это быть на передовой причем для кого-то это будет действительно актуально то есть человек стал больше как-то проявлять себя больше показывать больше коммуницировать а для кого-то это может быть по ощущениям по сравнению с тем что было в прошлый период то есть кто-то может сказать да я продолжаю быть закрытым человеком до отшельником интровертом и ко мне это не относится нет здесь ощущение того что даже если вы общаетесь то стали общаться как-то по-другому здесь ощущение того что вы как будто бы у вас сплыли давно забытые какие-то амбиции давно забытые желания то есть здесь как будто бы человек начинает пробуждаться пробуждаться через проявление себя через заявление о себе как это может выглядеть это не обязательно чтобы как-то стали больше показываться в соцсетях это может быть тот момент когда вы что-то говорите уже где-то не умалчиваете то есть хочется вам высказать какие-то какое-то свое мнение точку зрения вы это делаете не потому что здесь отсутствие страха а потому что вы считаете что знаете ну вот мне уже можно да я не знаю здесь вы как будто вы сами себе разрешаете разрешайте себя показывать разрешаете больше бывает на людях пускай это может быть даже не коммуникация но вот допустим просто обратись по городу среди людей вы можете с ними не общаться но вот это вот ощущение что я нахожусь среди людей и я как-то проявлен я уже не сижу столько дома сколько было ранее такое есть но а вообще эта карта активности это карта храбрости решительности когда человек принимает какие-то решения да и он не боится отстаивать свою точку зрения свое мнение здесь по первой позиции у меня проходили отшельники и вам было проще не быть наедине с собой вот здесь ощущение того что первые полгода вы как будто бы вспомнили а каково это когда я просто общаюсь с людьми если обязательно на какие-то конкретные темы да а просто элементарное взаимодействие с другими людьми вы можете пойти куда-нибудь там в магазин если раньше бы вы промолчали то можете допустим на кассе обменяться с кем-то двумя-тремя словами до переброситься как дела как твое настроение вот больше как-то показываете да что вы живой но вот здесь ощущение тоже может быть у кого-то проспал про проснулись вот эти вот именно амбиции желания что я хочу вот знаете раньше может быть и не было бы как будто бы плыли по течению да а сейчас как будто бы стали появляться желания я не знаю я просто хочу допустим куда-то сходить либо что-то сделать вот а вообще у меня ощущение глобальности да то есть здесь как-то стали появляться люди вашей жизни стали задействованы людям здесь больше лидерских каких-то качеств стало до больше доброты и больше теплоты света это то есть чувство что то что было внутри вас она сейчас вы позволяете этому свету чтобы его замечали другие люди то есть чувство того что раньше вы были неким таким знаете наблюдателем что ли серым кардиналом который стоял за людьми а сейчас вы уже можете быть на передовой да то есть то что возможно кому-то когда-то советовали да вы сейчас выходите уже на передовую и напрямую вещаете другим людям то есть не через кого-то а сами что еще здесь нам карты скажут да вот этот вот опыт смотрите жезла у нас дам же жезла отличается амбиции за жизненную энергию за сексуальность активность лидерство движения и выходит девятка жезлов до карта говорящая о том что в какой-то момент да я научился отстаивать свои какие-то границы я научился отстаивать свою точку зрения потому что раньше вот у меня ощущение не то что вы боялись вы не тот человек которого можно напугать а я сказала бы скорее всего вы тот человек который избегал отстаивать свою точку зрения по разным причинам кто-то может сказать что зачем это вообще нужно да если меня и так не слышит ну и пускай остается другой человек со своей точкой зрения до со своим мнением нет от этого что кто-то здесь вот ощущение некого такого избегания чтобы знаете лишний раз не нарваться она и знаю либо на конфликт либо на какой-то вот не знаю неприятный разговор то есть было некое такое избегание закрытие предпочтение быть наедине с собой потому что какой-то знаете вот прошлый опыт причем не один да а многократный он составил вас просто поступать иначе а сейчас это как знаете в некой такой берлоге да когда человек медведь проснулся и первое что хочет он хочет покрыть свою потребность в еде да для того чтобы набрать вес и вот и прийти ну чтобы организм он начал работать вот у вас здесь такое ощущение некое такого пробуждения да я хочу жить вот здесь общее такое намерение я хочу жить причем вы не просто хотите жить а я хочу жить свое удовольствие не с эгоистичной точки зрения а с точки зрения знаете вот как будто бы наверстать то что было упущено в прошлые года причем здесь не 12 а здесь может быть прошлое десятилетие такое бывает когда знаете дети вырастают и ты становишься уже условно говоря независимым да ты никому не должен тебе уже никто не должен и ты в своем распоряжении то есть твоя жизнь твоих руках делай что ты хочешь и в такие моменты люди стараются как-то наверстать упущенное время да что в молодости не было возможности допустим там как-то отдохнуть куда-то съездить что-то сказать куда-то сходить чему-то научиться потому что были другие приоритеты а вот здесь вот ощущение того что знаете некая такая свобода я ощущаю себя более свободным более человеком которые не то чтобы проживает в моменте здесь и сейчас а человеком который учится наслаждаться вот у меня ощущение что возможно вот это вот надо да вот это вот ответственность она была очень ярко вас выражена жизни а вот за эти первые полгода здесь как будто бы было завершение до каких-то обязательств прошлом вот и появилась легкость вот некая внутренняя свобода причем эта свобода не то что вам было даровано кем-то а возможно вы здесь впервые сами себе стали разрешать что-то и первое это вот выражалась через за отстаивание своих каких-то позиции вот у вас появились цели желания двигаться вперед до к чему-то для желания возможно у кого-то познать какую-то вот правду истину но здесь какая-то такая вовлеченность конкретная то есть вы сконцентрированы на чем-то до присутствует это вот ощущение свободы до расширения рамок границ какое-то вот такое знаете чувство что у меня прям распирает она может быть и так тоже выражать когда меня распирает изнутри разные состояния но а здесь как будто бы появилась какая-то конкретная цель в которой вы готовы вкладываться да прям вот энергию полностью направлять туда что это за цель здесь пока четко сказать невозможно да по семерке кубков кубков здесь может быть цель как-то связано с какими-то удовольствием до фантазиями может быть вы за долгое время стали разрешать себе о чем-то фантазировать о чем-то мечтать с другой стороны знаете вот это вот чувство ощущения на мне здесь раскладе не покидает что передо мной открыты все горизонты то есть я это чувство она вы с ним сталкиваетесь тогда когда вы сами себе говорите а мне нечего терять знаете вот бывает так как не знаю может быть не очень хороший пример но он станет понятным когда наемный убийца да он по жизни один до либо в прошлом может быть потерял свою семью и вот он по жизни один ему в принципе терять никого как правило всегда на людей есть один единственный рычаг давления это его близкие люди да те кого он любит и ценит когда ты потерял всех своих близких до родственников и ты по жизни в принципе один у тебя есть чувство что а мне терять ты ничего да нету ни дома никола не двора не семьи ничего есть только я поэтому люди они становятся как будто бы не бесстрашными потому что они неуязвимы и вот здесь вот ощущение того что вы как будто бы стали неуязвимыми для себя самих может быть страхи какие-то свои проработали не знаю здесь чем связано но вот этого чувства по семерке кубков да что передо мной все горизонты открыты и мне терять нечего то есть куда бы я не пошел чтобы я не сделал это будет мое решение и я вот это как после совершения школы да когда открываются перед тобой все университеты да все заведения учебные и ты можешь выбрать для себя любую профессию но если на себя конечно никто не давит из родители та которая тебе по душе вот здесь вот примерно такое ощущение что да есть какая-то цель есть желание например вкладываться во что-то да то есть вот у меня теперь появилось время вот чем я хочу заняться так куда я хочу направить вот заполнить своим временем своим ресурсам какую деятельность и вот здесь вот вы как будто бы определяетесь поэтому первое здесь даже не столь про чему вы научились как таковое да сколько вот это вот общее состояние внутренние свободы желание жить желание возможно для кого-то до вести за собой людей то есть вот как будто вы знаете ощущение конеком миссии некой задачи то есть чего-то такого глобального то есть вести за собой людей не в плане там двух-трех а здесь вот как-то не знаю передавать какую-то информацию может быть учительство да проповедничество что-то я буду говорить и рассказывать может быть писать книги и тем самым как-то вот передавать какие-то свои издания да и помогать большому количеству людей здесь я вижу большое количество людей здесь я не вижу одного-двух человек вот и вот это вот ощущение когда передо мной все горизонты открыты но знаете мне как будто бы вот здесь вот семерки чаш не хватает какой-то изюминки да то есть мне вроде бы все подходе да я могу и там и там и там развиваться во многих сферах но вот такое ощущение что я как будто бы жду то ли какого отклика то ли знака то ли зова какого-то что-то такое что от меня зацепит и туда я пойду то есть вроде бы то что есть да я могу этим заниматься но где-то интуитивно я понимаю что вот мне не хватает какого-то вот последнего и не знаю последней капли до чтобы понять что вот в этом направлении я иду и поэтому пока я больше нахожусь в каком-то состоянии таком расслабленным мечтаний фантазии может где-то идеализации но это происходит как некая такая компенсация потому что пока вы как будто бы не нашли себя куда вы направите свою энергию но первоначально вот это вот желание коммуницировать это самая ваша большая заслуга на данный момент за первые полгода потому что ранее не было такого желания вы вроде бы и открыты люди сами по себе но только тогда когда кто-то к вам придет сделает первый шаг и тогда вы с огромным удовольствием вступаете в коммуникацию здесь же у меня ощущение того что вы уже совершаете первые шаги вы уже может быть желаете узнавать кого-то либо разбираться в какой-то ситуация включенность вашу даты желание проживать это самый такой вот ну первый может быть некий такой посыл хорошо давайте еще посмотрим чему вы научились за первые полгода четверка мечей так интересно выпали все карты как раз и подтверждающие первого короля жезла до то есть четверка мечей у нас говорит про состояние отдыха до когда я больше погружаюсь внутрь себя не для того чтобы найти какое-то решение а для того чтобы просто отдохнуть поэтому я могу предположить что здесь вы научились действительно по-человечески отдыхать отдыхать здесь очень важно у нас мечи выпали да то есть вы можете отдыхать вы можете расслабляться но очень важно научиться расслаблять свою голову потому что вы можете где-то лечь как-то да может быть прилечь отдохнуть но мысли они вам не дают покоя да то есть беспокойный ум вот здесь вот чувство такое что как-то вы научились справляться со своими мыслями может быть кто-то действительно научился медитировать либо просто расслабляться либо как-то взаимодействовать со своими мыслями до освобождать голову вот здесь все что связано с мыслительным каким-то процессом да либо вы находитесь сейчас ну вопрос в принципе был в рамках чему вы научились не могу предположить что вы по крайней мере для себя поняли как это освобождать голову как это хорошо хорошо в плане того насколько это кайфово одно дело когда ты просто сидишь ни о чем не думаешь да ну как мы говорим обычно 7 тупим в интернете просматривая ленту а другое дело когда действительно твоя голова ничем не занята она ничем не обременена у тебя нету вот этих вот мыслительных процессов я не говорю что вы останавливаете да здесь свой поток мыслительные но вот эти вот моменты как будто бы выславливаете на как хорошо да когда вот эта тишина в голове спокойствие спокойствие на душе здесь может быть не только в мыслях да но вот это вот ощущение как хорошо иногда бывает после рабочего дня когда тело устает вот и ложишься и первая мысль как хорошо что вот просто расслабился вот здесь вот это вот ощущение есть дальше что что еще вы научились по двойке жезлов возможно научились принимать решение как бы она не было трудным сложным здесь возможно вы научились больше даже не то чтобы решение принимать да вот как здесь а как будто бы знаете нести ответственность за свои последующие за запас как это последствия своего решения то есть вы и раньше были ответственными людьми но сейчас как-то знаете больше не ощущение что вы как-то полагались на судьбу до когда вот что-то случается с вами и вы должны уже потом что-то делать а здесь как будто бы вы становитесь больше инициатором у меня ощущение опять-таки энергии когда я проявляю активность причем это не только во внешнем мире а внутри себя то есть я я что-то хочу я уже хочу как-то вот решить раньше вы могли долгое время зависать в этом состоянии да то есть и это вроде бы хорошо и другое вот до тех пор пока само собой как говорится не рассосется а вот здесь вот у вас уже появляется вот это вот ощущение как будто бы на перспективу принять какое-то решение за делом на будущее здесь некая такая дальновидность как будто бы появляется да вы уже становитесь более мудрыми в плане принятия решения то есть не импульсивная а более такое знаете вот осознанное дальше что касается луны здесь я хотела бы уточнить чем вы научились именно по луне быть в некой такой умеренности до ощущение того что вы перестали раскачивать себя на эмоциональных качелях что где-то уже в каких-то моментах вы себя больше сдерживаете сдерживаете знаете иногда бывают такие моменты критики может быть неприятных моментов раньше вы более эмоционально были реагировали ваша реакция она была очень яркая такая да а потом вы переживали очень сильно да а здесь вот такое чувство как будто вы нашли этот баланс опять-таки не то что мы его нашли мы его держим а вы здесь уже как будто бы понимаете как работает вот этот вот сценарий ваших эмоциональных качель когда вас мотает из одной стороны в другое вы уже с этим как будто бы научились справляться медленно постепенно здесь как будто бы в какие-то моменты вы славливаете вот это вот чувство что сейчас мои эмоции они будут переходить какие-то мысли и эти мысли они будут меня потом угнетать и вы как будто бы пресекаете на корню о какие-то негативные мысли которые являются следствием ваших эмоций на то есть вот здесь вот ощущение вот этих качель эмоциональных они как будто бы вы стали их понимать нельзя сказать что все люди прямо вот сразу научились да у каждого же свой уровень на котором он находится кто-то может быть и действительно научился кто-то находится на моменте понимания как это работает но однозначно вот это вот семя она уже проросло здесь нельзя сказать что здесь какие-то вот только задатки этого идут нет ну и какой сценарий попробуем посмотреть какой сценарий вы проработали какой сценарий вы проработали ну смотрите колесо фортуны колесо фортуны во-первых проработали сценарий в понимании того что ничего не вечное ничего не постоянно что все изменяется на что есть полоса взлета полоса падения и вот здесь вот вот это лавирование по времени и понимание что окей если сейчас все будет хорошо да то этим нужно наслаждаться потому что этот период он сменится каким-то упадческим состоянием либо если вы находитесь наоборот в какой-то линии апатии без эмоциональности ничего не хочу ничего не желаю то она тоже не постоянно это тоже изменится и вот это вот понимание того что ничего не вечно и все меняется ничего не стабильно а наоборот все находится в динамике ваша главная карта это вот именно вот этот вот король жезла дать динамика этот сценарий который вам важно было понять да что все изменится особенно допустим если это проявляется взаимодействие с людьми если это личные ваши взаимоотношения бывает период когда вы очень активны с вашим партнером и бывает период когда пассивный раньше раньше возможно вас это как-то задевала период пассивности как-то вам не нравилось почему люди например охладели либо почему нету какой-то активности со стороны не знаю друзей и партнеров к коллег клиентов не важно вот вот это вот понимание того что все циклично все все подвижно и ничто не постоянно вот это вот колесо фортуны и пятерка кубков здесь очень интересная карта в колоде тару сумасшедшего дома она как раз и говорит о том что да здесь человек как будто бы себя наказывает за разбитое сердце здесь порванная фотография да в плане того что да я понимаю что я расстался вот но присутствие человека в моей жизни она остается почему потому что на самом деле связи то о чем говорит эта карта они создаются на небесах и то что должно быть в вашей жизни как бы вас не разводили дороги да либо наоборот не сводили это всегда будет с вами и вот это вот понимание что ничто не постоянно и то что моё да то что должно быть моим она со мной и останется она никуда не уйдет она дает вам вот это вот вот это вот внутреннее до состояние некой свободы и вот это вот ощущение неуязвимости до отсутствие страхов и качели эмоциональных что окей ушел человек отдалился возможно это на какое-то время а возможно и на постоянно ничего в этом страшного нет здесь более философски мудрый подход к жизни стал и он при он дал вам вот этот вот толчок знаете не находиться в каким-то рамках и блоках и ограничениях а наоборот вот это вот ощущение внутренней свободы на что у меня уже ничего не сдерживает внутри я уже сам себя не ограничиваю и это такое знаете вот приятное состояние спокойствие когда мне спокойно на душе такое состояние бывает когда мы находимся например на природе и переславливаем внутреннюю тишину и это так хорошо и это действительно тебе переполняет и вот наполнение такой энергии она способствует дальнейшем как-то поделиться ею с другим человеком вот здесь вот примерно то же самое возможно какие-то глубокие моменты переосознание вашей жизни и понимание до отслеживания каких-то моментов каких-то этапов с вашей жизни она и помогло вам понять что зачем мне держаться за что-либо-либо за кого-либо да май здесь не в плане рока какого-то фатума да что судьбой прописано все это будет так нет а здесь вот именно понимание того что я даю свободу себе и я даю свободу другому человеку либо я даю свободу себе я даю свободу другой ситуации то есть я не буду держаться за эту ситуацию за эту работу там еще за что-то если она хочет уйти значит она должна уйти она может вернуться на видоизмененном состоянии здесь вы перестали держаться да вот здесь вот этот вот страх того что у меня это заберут я это потеряю он у вас ушел и вот это вот знаете вот вы как будто бы руку открыли да и вы заметили что то что вам нужно она и так есть вокруг вас а на тот момент да вы раньше смотрели обращали внимание только на свой кулак и вот и не видели то что находится вокруг этого кулака а теперь как будто бы открыли свою ладошку да и стали заметить то есть вы открылись этому миру и вы заметили то что вы получаете что то что вам нужно одну есть она просто приходит уходит если уходит для того чтобы видоизмениться и опять прийти как приливы и отливы то есть вода она никуда не ушла она просто на какой-то период уходит изменяется она может прийти в виде волн она может прийти в виде какого-то штиля но однозначно идет какое-то обновление вы здесь вот это вот понимание она на самом деле очень глубокое если вы его славливаете внутри себя то есть зачем переживать там я не знаю к примеру о финансах до деньги они приходят они уходят у них свое действие не свое движение желание получить еще больше это сдерживание этой энергии она должна уйти то есть вы должны что-то отдать но она потом придет и возможно она придет большем количестве а возможно в меньшем не важно количество важно что есть вот это движение и понимание у вас вот этих вот ритмов жизненных вот это вот в этом глубина такая была у меня первая позиция так нет вот кролем жеслов перекроем так первая позиция мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку так это колода не нужно его не сполошу и будем смотреть на колоде таро шамана что это колода нам скажет чему вы научились за первые полгода этого года чему вы научились двоечки туз луков знаете как будто бы вы научились концентрироваться вы научились даже не концентрироваться а фокусироваться и ставить себе какие-то цели определять свой вектор направления куда вы хотите пойти что вы хотите сделать вы стали более мудрее для тех кто может быть практикует либо даже если не практикует это в традиции это карта ярофанта 1 говорит вот если здесь и и посмотреть да рассмотреть мы видим здесь очень мудрого такого шамана на которого рога оленя и духи которые пришли для того чтобы объединить дать ему какую-то информацию то есть каждый из духов дает какую-то определенную информацию шамана шамана он собирает ее как база и получает цельную картинку поэтому чему вы научились вы как будто бы научились собирать пазлы воедино и это придало вам некую такую мудрость то есть для того чтобы определить свой путь вот по стреле вектор направлении куда я хочу пойти что я хочу сделать вы как будто бы собираете пазлы воедино в одну единую картинку и это помогает вам попадать в точку то есть возможно ранее где-то у вас была какая-то раздрозненная информация да не все вы знали не видели картинку полностью а здесь как будто бы вы научились собирать либо это может быть какая-то информация это может быть какие-то знания чувство что вы стали зрить корень стали видеть суть вещей суть происходящего чему еще вы научились за первые полгода вот у вас тоже выпадает колесо фортуны здесь мы видим шамана который молится до стихиям здесь вот мы видим одно лицо до воздуха здесь мы видим другое лицо насколько вам видно надеюсь видно вот обращается обращается к стихиям для чего для чего о чем молятся здесь шаман вот смотрите примирение причем то чего вы научились вы научились как будто бы внутри себя соединяйте две разрозненные половинки сама у себя причем смотрите как интересно здесь у нас есть лук и здесь такое ощущение что вот это вот прям и есть вот этот лук нацеленный то есть два человека и между ними есть некая такая пропасть вот они не могут между собой договориться шаман стреляет здесь значит в тучи для того чтобы тучи разошлись ну то есть конфликт был решен то есть нашли общее согласие между собой эти два человека они объединились о чем это говорит это говорит может быть и в реальной вашей жизни да то есть чему вы научились объединять себя и другого человека либо находить единые точки соприкосновения с другими людьми но это также может быть и ваше внутреннее состояние то есть если вы находились двойственном каком-то состоянии не могли определиться не знаю на кого опереться да там на моего внутреннего ангелочка либо на демона то здесь вот какие-то ваши внутренние сомнения разногласия самим собой вы как будто бы научились этим справляться вы научились с этим мириться и вот здесь вот ощущение да что у нас по эра фанту что у нас вот здесь по этому аркану говорится как раз таки о том что идет какое-то знаете вот объединение первые за первые полгода вы научились некому такому единению это может быть единение с природой это может быть единение с самим собой это может быть единение в семье да сказать с членами семьи но вот здесь вы как будто бы научились больше понимать разносторонние понимать других людей понимать себя понимать свою позицию здесь знаете как одновременно и многогранность и единение единство так давайте посмотрим еще чему вы научились ну вы научились во первых просить помощи до либо принимать помощь потому что вы по своей натуре человек который можете ее давать другим людям но самим как-то не очень комфортно просить кого-то о помощи а вот здесь вы вы даже и не видели то есть ваших возможно ценностях понятиях убеждениях нет такого до чтобы пойти у кого-то попросить о помощи может быть здесь даже убеждения были такого формата вот но здесь вы научились замечать замечать помощь до либо просить о помощи других людей чему еще вы научились но вот вы стали магом научились вот у меня ощущение маг это очень сильная мощная карта человека интеллектуала который умеет решать сложные задачи конфликтные может быть задачи и и передавать информацию вот здесь вот я могу сказать что либо вы учились либо учитесь то есть вот то что знаете как-то вот мирно хочется сказать сосуществовать с другими людьми путем именно коммуникация то ли вы научились высказывать свою какую-то позицию да что-то говорить другим людям то ли вы стали по-другому это как-то говорите стали более понятными и тем самым уже ну нету столько разногласий внутри вас не снаружи да но однозначно здесь вы помогу научились решать какие-то конфликтные ситуации но как-то иначе как-то по-другому и в данном случае под под методом как-то так и под инструментом да используя инструмент вашего слова либо письменное это слово может быть либо слово устное чему еще вы научились тоже вот я говорю здесь именно первые полгода вы направляли на коммуникацию на общение с людьми я причем знаете с людьми может быть которые разговаривают на других языках отличных от вас то есть как в прямом так и в переносном смысле потому что здесь все-таки туз костей он у нас говорит вот здесь очень много огня присутствует какая-то некая такая конфликтная ситуация вот и амак мы сказали это тот человек который умеет разрешать конфликтные ситуации в свою пользу то есть причем знаете как-то вот используя помощь других людей может быть вы научились обращаться за помощью в другим людям почему-то мне идет знаете как адвокату до человек который обращается за помощью к адвокату разрешить какую-то мою конфликтную ситуацию это может быть конфликтная ситуация на работе может где-то деньги не поделили может быть где-то я не знаю землю дом не поделили вот что-то когда люди не не поделили что-то с кем-то вот они обращаются за помощью и вы здесь как будто вы научились а раньше вы бы уступили не сказали ладно забирай а здесь нет сейчас как-то по-другому чему еще вы научились и ну вы научились идти будущее смотреть будущее смотрите здесь некий такой бассейн значит женщина находится на на верху и мы видим здесь молодого шамана со своим ангелом-хранителем до которые заглядывают то есть они как будто бы превосходят себя в чем-то да для того что вот как-то вот подтягиваются ведь могут сорваться до посмотреть а что там такое за горизонтом что такого нового есть поэтому вы на как будто бы научились смотреть в будущее раньше у вас не было такого насколько я помню у вас был взор обращен именно в прошлое а здесь ощущение того что вы научились смотреть в будущее то есть развернулись наконец-таки в будущее это здорово на самом деле так давайте посмотрим какой сценарий возможно вы здесь ну как вариант отработали чему вас научил до какой сценарий вы проработали что научил вас туз мечей ну сценарий жертвы как таковой да я могу сказать и сценарий опять-таки туз мечей это чистый чистый интеллект чистый разум это умение вскрывать какие-то нарывы болезненные возможно это не боязнь возможно кому-то даже причинить словом боль для того чтобы прояснить ситуацию мечовой энергии она такая достаточно холодная да и поскольку мечи это все-таки как оружие да нож то есть это колюще режущие инструменты здесь вот получается он изображен виде шипов какой урок ну перестали как будто бы знаете сетовать на жизнь а в плане того что здесь сумасшедшие говори что вот посмотри ты виноват что я себе пальчик проткнул розы да я просто хотела любоваться розами ну а то что я не обращаю внимание что у розы и шипы но в этом нет моей вины то есть за что ты меня наказываешь вот здесь вот это вот вот этот вот сценарий да что кто-то меня накажет что судьба меня за что-то наказывает здесь это старик как будто бы стал более понятен где и когда при каких условиях вы так себя ведете дальше пашмонет интересный персонаж здесь колоде тара сумасшедшего дома пашмонет это фауст который продал душу дьявол причем смотрите интересная история у этого доктора фауса была заключалась в том что с одной стороны уже все-таки врач был и у него желание было помочь на и чем большим людям он хотел помочь тем большим он видел что он не способен это сделать потому что ему не хватало финансов на то чтобы излечить людей и это стало причиной да почему он продал же свою душу дьяволу для того чтобы жить ну без чтобы стать бессмертным да чтобы не умереть и вот и плюс ко всему чтобы имел и деньги с одной стороны да вроде бы деньги для того чтобы помогать людям это такое благое намерение а с другой стороны то есть видя вот эти вот болезни и смерти у него настолько сильный был страх что потерять свою жизнь до что вот он заключил эту сделку то есть здесь может быть ощущение того что мне не хватает знаете каких-то сил и да я не чувствую себя сильным я не чувствую себя уверенно мне не хватает какого-то могущества есть когда у меня есть некая власть в данном случае это власть там я не знаю может быть финансовыми на может быть власть влияние на других людей может быть даже элементарная власть помочь кому-то другому на какой тоже может быть вот это вот само желание она была имела основу под собой именно страхи большие страхи и вот речь как раз таки здесь идет о том что но ваш сценарий помочь себе в первую очередь вот что вы проработали ощущение того что знаете научиться помогать себя особенно вот по этим двум картам чтобы потом не не говорить что вот как-то жизнь несправедлива со мной да почему люди со мной так обращаются то есть вот понимание своей собственной ценности понимание своей собственной женщины значимости а подоплека здесь заключалась в вашем восприятии себя как человека бессильного то есть не понимание себя свои внутренние силы своего внутреннего стержень и своих внутренних способностей много краски приводит к тому что я чувствую себя слабым я не могу себя отстоять я не могу за себя как-то вот ну постоять и за других людей близких и да допустим не как-то их защитить тоже потому что вы не тот человек который будет ну смотреть только на себя вы всегда будете обращать внимание на ваше окружение и вот здесь вот это вот понимание себя первичное что я не бессильный я не бескребетный я не слабый человек а я имею какую-то ценность и вот здесь вот понимание своей собственной ценности вот то что мы с вами прорабатывали первые полгода здесь говорится о том что наконец-таки вы стали осознавать свою собственную значимости важность стали осознавать каким образом помните я говорила пазлы собирая пазл да может быть кто-то работал со своими предками прародителями разбирались как создавали семьи вашей семье до либо ваших родителей у бабушек то есть вот собирание вот этих вот пазлов воедино она дала вам понимание именно себя целостности и возможно здесь впервые вы начали ощущать свою собственную значимость важность себя как личность как человека насколько я важен даже и со своими какими-то слабостями со своими какими-то ну может быть тараканами да но я тоже важен я тоже нужен и вот вот это вот понимание а ну к вам пришло тогда когда вы стали разбираться в себе и изучать знаете как гранат гранат это один из мистических символов смысл его заключается в том что каждое зерно когда мы раскрываем граната каждое зерно она сама по себе уникально но при этом собирая воедино этот фрукт под одной кожурой до находится ну согласно кабале по моему там 366 что ли зерен граната то есть каждый гранат сам по себе каждое зерно она независимо но при этом когда они собираются воедино в этом есть сила до самого фрукта потому что и единение с одной стороны и с другой стороны самостоятельность и независимость каждого зернышка и вот здесь вот это вот такое ощущение присутствует вот как энергия в этой позиции может быть что-то какие-то свои грани вы перестали воспринимать как что-то такое негативное нашли в этом какой-то смысл то есть в своих слабостях стали находить какую-то пользу ценность и это помогло вам взглянуть на себя по другим углом что я не бескребетный человек моя допустим эмпатия она является моей силы умение чувствовать других людей потому что эмпатичный человек это тот человек который знаете взаимодействие с другими людьми для чего нужна эмпатичность с точки зрения сохранения индивидуума когда человек эмпатичен он смотрит например на своего насильника либо на своего агрессора считывает его эмоции и для того чтобы выжил эмпатичный человек он понимает что сейчас я должен промолчать я сейчас должен как-то проявить какую-то любознательность дали бы заботу другому человеку и это помогает ему выжить то есть его слабость по сути помогает ему вышить при взаимодействии с другими людьми понимая что они сейчас чувствуют почему они так переживают то есть что с ними происходит на самом деле это один из механизмов выживания в этом мире эмпатичность для кого-то это может показаться слабость но этот вот пример вам был дан для того чтобы вы понимали что нету только допустим минусы либо плюсы это все взаимодействует все между собой взаимосвязано в каждом минусе есть свой плюс и в каждом плюсе есть свой минус и так устроен наш мир и вот вы как будто бы в себе нашли эти понимания если еще нет то это внутри вас есть но возможно вы как-то самостоятельно может быть к этому осознанию не пришли но сейчас когда я вам сказала вы можете сесть задуматься и увидеть что это действительно так может быть как-то знаете иногда бывает мы подозреваем о чем-то да но сами как вот вы пишите мне в комментариях как-то сам я не либо сама не могу облачить вот это вот состояние в слова а вы так хорошо передаете мои ощущения либо мои эмоции мои переживания что мне становится через вас понятно да то есть обменяя вы как будто бы понимаете лучше себя так и последняя зеленый третья позиция зелененький камешек смотрим троечки чему вы научились это танец шамана колод танец шамана логинова чему вы научились здесь семейная карта выпала до десятка педаклей я уточню это колода она такая болтливая она сразу не скажет с первой карты и может быть надо историю все рассказать подноготную для того чтобы понять что она хочет сказать ну смотрите здесь произошла переоценка переоценка аркан суда произошла переоценка ценностей на пересмотр пересмотр каких-то семейных ценностей пересмотр никого такого наследия да неоднократно говорили про дар по тройкам все эти 6 месяцев о том что принимаю я это дар либо не принимаю я это дар понимаете способности или нет здесь может быть некое такое наследие дали бы какие-то семейные ценности перерождение обновления по аркану суду причем смотрите здесь так интересно мы видим значит архангела который держит в одной руке свечу свеча на самом деле так подниже сделала так виднее может быть свеча это тоже один из мистических символов обозначающий свет доброту вот и состояние нашей души ну либо как душу как таковой то есть свет здесь он значит в руке держит лупу для чего для того чтобы не упустить никакую деталь характерная черта лупы в чем заключается как она как увеличительное до стекло то есть она увеличивает то что уже существует и вот здесь вот мы видим значит людей которые сбрасывают маски на и показывает свое истинное лицо без каких-то ролей до без каких-то приукрас и вот здесь значит архангела рассматривает то чем человек наполнил по-настоящему то есть и при этом с одной стороны рассматривать все детали а с другой стороны он видит через увеличение того чем наполнен каждый человек здесь вот это вот переоценка каких-то семейных ценностей дать каких-то традиций может быть понятий либо основ по жизни никого такого фундамента либо наследие как я уже говорила восьмерка мечей у нас говорит о том что человек находится своих каких-то ограничениях через какие-то трудности причем это трудности сложности которые происходят неоднократно да и бывают такие моменты что вот руки опустился когда это уже череда трудности закончится сложности но по сути это все происходит внутри нас от того что мы не идем в то новое в которое нам нужно идти в которое мы ощущаем что есть некий такой внутренний зов и путеводная звезда которая нам говорит что нам нужно идти в конкретном направлении а мы туда не идем где-то мы сами себя обманываем может быть какие-то страхи есть не желание меняться до понимание того что вот ну я не хочу менять свои какие-то устои и вот от этого мы входим в состояние восьмерки мечей здесь мы видим ноги у девушки они развязаны и здесь руки в принципе они тоже развязаны потому что вот он нож не решение до себя развести развязать либо порезать веревки до для того чтобы освободиться здесь мы видим клетку в которой нету птицы да она открыта то есть здесь ничего по сути себя не ограничивает и интересный момент что у нас есть окно и вот через которое можно выйти да и здесь вот по сути дверь потому что есть света ну я могу предположить что здесь дверь что человек есть выход есть выход из ситуации но сам человек он не желает выйти не поэтому этот триплет он нам говорит о том что причем здесь еще голубь да как олицетворение тоже души чистоты целостности говорит о том что здесь возможно происходил очень глубокий анализ для того чтобы человек изменился здесь не просто изменение а здесь изменение взглядов мировоззрения до завершения большого этапа в нашей жизни осознание понимания того что все уже прошло все уже завершено да то есть не надо выходить то есть заново идти по одному и тому же кругу да а можно уже выйти на уровень выше но это вот как-то связано с чем-то таким фундаментальным основательным в этом есть какие-то в корне либо эта ситуация которая очень глубоко проросла внутрь вас и вам казалось да что я не могу ее решить то есть вот здесь первые полгода вы обучались этому может быть это даже и больше да по времени но просто тема до расклада первые полгода поэтому я и обозначиваю как время первые полгода чему еще вы научились но повешенный штурка жезлов победитель и восьмерка кубков вы учились не то чтобы научились хочется сказать в вашем случае вы учились полгода вы учились находить смотрите здесь как интересно повешенный он перевернутый у него здесь вот и в изголовье есть жемчужина до жемчужина как нечто такое ценное и и она находится в изголовье то есть у человека есть то необходимое решение тот как он называется вишенка да на торте какая-то изюминка который который ему необходимо мы видим также что в этой колоде повешенной у нас подвешен на вазеркальное отражение за левую ногу то есть это левая нога как олицетворение нашего бессознательного то есть то что мы не осознаем вы как будто бы не осознавали да было такое ощущение что есть решение необходимое мне и она где-то внутри меня но я не могу его видите как-то ну перевернуто смотрю на эту ситуацию не под тем углом не так вот как будто вы знаете есть какая-то назойливая такая мысль о том что вот что-то где-то рядом вот прям настолько рядом а я все никак не могу ухватиться за это я все никак не могу понять что это такое и вот это вот бессознательно неосознанное она у вас на интуитивном уровне присутствовал да то что поможет вам стать победителем для того чтобы двигаться дальше а вы как будто бы ну это не могли найти и вот от этого поиска внутреннего да вы понимали что это что-то внутри вас вы как будто бы зависали да и ситуация не развивалась но здесь если мы посмотрим на восьмерки чаш нас изображен здесь ключ на то есть решение она уже найдено по сути из человек доставляет записку обычно на когда идет расставание ключ от квартиры я оставил все и я ухожу но здесь мы видим на картине горы изображены то есть туда куда я иду я понимаю что у меня будет ожидать какие-то трудности которые мне нужно будет преодолеть но я уже решение принято решение принято вот он ключ я принял решение идти дальше двигаться и здесь чем нужно подумать посмотрите если мы посмотрим на руку этого победителя и на руку архангела здесь он держит свечу а здесь он держит как маяк факел что-то такое и ощущение у меня того что вот это вот все вот этот свет это есть по сути вот это вот жемчужина то есть то чего вы искали что-то такое ценное что-то такое важное для вас как решение что могло бы вам дать вот это вот ощущение что я победил я смог у меня это получилось для того чтобы двинуться дальше вопрос у нас почему вы научились вот вы если вы нашли эту жемчужину каждый из вас знает на каком этапе находится значит вы молодец вы победитель и это поможет вам двинуться дальше туда конечно же куда вы идете там будет нелегко там будет непросто но вот это вот понимание что наконец-таки я это освоил наконец-таки я нашел ответ что здесь за жемчужина что здесь каждый из вас ищет то что поможет ему двигаться дальше причем очень быстро до развиваться здесь мы видим изображен сокол сокол у всех ну все знают птицу у которой прекрасное зрение да то есть увидеть увидеть свое вот это вот дальнейшее будущее куда я иду вы искали как будто бы знаете путь направление куда мне надо дальше идти что еще вы искали как что это за жемчужина который вы искали семерка кубков знаете хотели определиться хотели определиться что вам нужно потому что знаете вот то что вам передавали да по наследию в прошлом через семью через генетику да вот вам как будто бы это было чуждо вот то что мы говорили вот этот дар вы понимали что это как будто бы не ваша я хочу найти что-то свое то есть даже если это какой-то дар даже если это какая-то способность которая передается до с поколением на поколение вы его хотели все равно как-то по-другому получить как-то дайте под себя адаптировать сделать я не знаю допустим если это некая профессия да в семье были все врачи я не хочу быть хирургом все были хирургами да а я например хочу быть там не знаю стоматологом ну мне нравится допустим быть стоматолога и вам говорили нет иди вот в хирургии и вот вы как будто бы знаете вот вам вроде нравится медицина вам вроде бы тоже нравится хирургия но не хочу я быть там не знаю простым хирургом может быть я хочу быть там пластическим примеру хирургу то здесь как будто бы с одной стороны я не принимаю это наследие да а сбой стран я понимаю что это вот как конейки такой эти как Чувство, что от себя не убежишь, да, ты можешь от этого отказываться, но если у тебя есть, допустим, способность целительства, так или иначе ты ее будешь проявлять по своему желанию, принуждению, то есть чем быстрее, я неоднократно говорила тройкам во многих раскладах, чем быстрее вы примете то, что вам может казаться, что это принудительно для вас, тем быстрее вы пойдете дальше. То есть вы можете всю свою жизнь убегать от того, что вам как будто бы, ну вот, предначерчено, да, в любой момент, все равно наступит тот момент, когда вы поймете, что, ну, бессмысленно убегать, это вас настигает, то есть, допустим, опять-таки способность врача, да, врачевания, целительства, ну, хорошо, я не буду там, допустим, врачом, я всегда буду приходить соседи, да, попросить там, например, ну, сделай мне укол, там, либо помоги мне еще в чем-то, то есть так или иначе, не напрямую, но косвенно, это все равно будет проявляться, потому что на самом деле дар, это хорошо наработанный в прошлых воплощениях, кто верит в это, в прошлое воплощение, в ваши способности, это то, что вы нарабатывали эти качества не в одном воплощении, поэтому удар на самом деле, это ваш заслуженный труд из прошлых воплощений, это ваши наработки, это ваши способности, которые остаются с вами, из воплощения в воплощение, они никуда не уходят. Но здесь было такое чувство, что вот я хочу найти что-то свое из этого разнообразия, и смотрите, здесь семерка, я не мог найти, я долго думал, я долго определялся, я хотел что-то свое, да, вот открытое око, то есть увидеть как-то то, что будет вот именно меня наполнять, и в конечном итоге, да, чему вы научились, если вы находитесь вот в восьмерке у кубков, туда вы ушли, вы оставили вот эти вот иллюзии, непонимания, неопределения, и нашли ключ, вот оно решение, потому что здесь многие из вас как будто бы нашли вот эту вот жемчужину, и стали победителем, да, как-то вот преодолели, победа, она здесь не над кем-то, она победа над самим собой, я преодолел, и тем самым я открыл дверь во что-то новое. Что вы преодолели? Давайте посмотрим, что вы преодолели тут. Пажмичей, вы преодолели тот момент, когда вы наблюдали за жизнью, и в принципе не проживали свою жизнь, когда я наблюдаю за другими, как у них там, что, как, свою жизнь не проживали, что еще вы преодолели в себе? Рыцарь Жезлов, знаете, вот из-за того, что вы не принимали то, что вам дано было, то что вы должны были, знаете, все равно прийти к этому моменту, то есть у меня такое чувство, что вы все равно от него не убежите, если вы еще не приняли то, что вы должны принять, я не знаю, у каждого здесь будет свое, здесь не только про способности, вы от этого все равно убежать не сможете, потому что здесь вот рыцарь Жезлов, да, он говорит о скорости, о какой-то авантюре, она вам все равно нужна, вот эта вот любознательность, движение вперед, причем очень быстрое, да, развитие. У вас здесь есть желание идти по жизни, двигаться вперед, развиваться, но до тех пор, пока вы что-то не примете внутри себя, и могу вам сказать, здесь, ну, вообще же все-таки расклад, у каждого это будет свое, вы как будто бы сами себя останавливаете на своем пути продвижения, а желание есть, и поэтому получается так, что вы не проживаете свою жизнь, а вы как будто бы наблюдаете за ней, да, что здесь происходит за окном, что внутри, как люди там живут, и а почему, для чего вам это надо, потому что вы хотите жить, причем жить здесь достаточно рискованно, мы видим человека, да, мужчину на мотоцикле, вот, и который торопится пересечь вот эти вот, как их, рельсы, и движется поезд, и он вот прям на грани, успею я, либо меня собьет, да, то есть некий такой адреналин, именно скорости, я хочу быстро, но он переходит, пересекает путь именно паровозу, да, либо поезду, который идет по своим каким-то рельсам, то есть вы, как только ощущение того, что примете, то, что вам нужно принять, либо поймете, либо найдете ответ, который вам нужно, вы очень быстро двинетесь вперед, здесь ощущение, знаете, наперекор судьбе, вот у вас такое ощущение, что я хочу наперекор судьбе, а здесь как будто бы не, ну, не получается, что ли, такое, не знаю, хорошо, давайте теперь посмотрим, какой сценарий вы, отодвину, какой сценарий вы проработали за первые полгода, аркан шута, что здесь за сценарий, ну, смотрите, вас заставляли прорабатывать обновление, обновление опустошения, хочется сказать, очищение от того, за что вы держите, очень хорошо здесь изображена четверка педаклей, да, мужчина, который держит за этот свой дипломат, никому я не отдам, да, здесь в этом кейсе есть что-то такое важное, ценное для меня, и я за это держусь, за что вы держитесь, и вот здесь вы, да, нежелание двигаться, за что вы держитесь, я не буду соглашаться, здесь идет несогласие с чем-то, ну, вот именно с тем, чтобы двигаться дальше по жизни, и вот вас обучали через обновление, причем это может быть и в вашем сознании, в вашем мировосприятии, обновление, что вам нужно было обнулить, обновить, ну, вот своего императора, красивый здесь прям такой император, обновление императора, каких-то, смотрите, здесь четверка, здесь четверка, обновление своих, в своем мировоззрении каких-то устоявшихся взглядов на жизнь, да, то есть вот есть что-то такое стабильное, что я не хочу менять, да, мне с этим комфортно, возможно, здесь какая-то система, есть конкретная система, я не хочу ее менять, и вам говорят, возможно, ну, я не знаю, может быть, вы, там, я не знаю, гуманитарий, а вам надо, там, идти в какое-то военное дело, к примеру, и вот вы всю свою жизнь отрицаете, нет, я не пойду туда, здесь вот, вот эти первые полгода вы отрабатывали этот сценарий. Шут, это легкость, это расширение, это непредсказуемость, это человек, который идет, это на древе жизни, это путь Алиф, который указывает об энергии, которая еще не направлена на какое-то конкретное действие, поэтому мы не знаем, что из этой энергии получится. Император же, это конкретно устоявшаяся система, структура, это, это не хаос, это конкретика, это все понятное, вот вам это нужно было расширить как-то свои границы, расширить свои границы в убеждениях, что не только так, а есть и другой вариант, вам это было очень сложно, потому что есть что-то такое стабильное, что за что выдержались, ощущение, знаете, вот здесь только башни не хватает, ощущение того, что если вдруг я приму то, что мне дают, это полностью меня разрушит, понимаете? Это когда мы говорим, принятие, это уже шаг к излечению, к изменениям, достаточно принять. Я не принимаю, ну, например, вот как только ты примешь, что ты много ешь, ты сразу, это будет у тебя шаг к тому, чтобы прийти к более правильному, например, питанию. Нет, я не ем, я не ем, это просто вот не работает там метаболизм, либо еще что-то. Вот понимаете, то, что в принципе говорят, например, в анонимных алкоголиках, да, как только ты принимаешь, что да, я такой-то и я алкоголик, это помогает прийти на путь излечения. Вот здесь вот примерно такой вариант был. На этом я прощаюсь с вами. Я всегда для форматов таких, карты руки, да, выбираю красочные колоды, ну, чтобы они красиво смотрелись в экране. Потому что приятно было бы их смотреть. И надеюсь, вам этот расклад понравился. Жду обратные связи, так ли. Все из услышанного сегодня. И напоминаю вам, что в четверг пройдет прямой эфир. Приглашаю вас, кто не читал в разделе сообщества «Восемь часов в Москве». Приходите, пообщаемся с вами, поговорим. Вот, обменяемся информациями, знаниями. Всех вас жду. Прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...